мне кажется что интересно делать фантастику ну то есть мне в театре в принципе это было первое предложение для меня сделать не бытовой мир это конечно интересно сразу и ты отвечаешь да только потому что это непривычный ну как бы непривычный визуальный мир конечно прочитала произведение мне очень понравилось потому что я все-таки воспринимала фантастику как некий экшен взрывы космос и так далее в этом произведении есть очень четкая и чувственная история любви потери памяти и мне казалось дико дико круто и дико круто что ты находишься как бы в чужом мире в чужой атмосфере на другой планете но при этом это человеческие чувства одна из первых мыслей по декорации было как бы не сделать марс а получился марс но на самом деле идея была такая что я начала читать что же такое океан ну и собственно как его воплотить на сцене первая мысль а давайте сделаем много воды и будем существовать там там подсветим ее разными цветами и будет значит какой-то такой мир с водой но мы потом начали думать что но а как 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 бы по-другому что это такое сама планета солярис что это за место и океан это существенная ли вещь или все-таки это некий ну как говорил артем он это перевел как некий общий мыслительный процесс или некий мир внутри головы людей таким образом надо было решать вопрос действительно атмосферы мира и вот мы придумали такой макет этого мира внутри которого происходит происходит сцены как те которые происходят на корабле так и сцены собственно в космосе и на макете нам удавалось и удалось до воплотить эти космические сцены вот но и собственно когда я прочитала я думала а за что бы зацепиться что же это такое вот там солнце постоянно меняющиеся и постоянно ты делаешь солнце на сцене и ты думаешь как же этого избежать и там была очень крутая фраза что океан был похож на раскаленную ртуть и мне показалось блин как здорово что что такое раскаленная ртуть что это за место которое может иметь такой цвет такую фактуру как эта ртуть может влиять на костюмы на взаимоотношения людей что там должно происходить с людьми с миром если это вот такая органика но и зацепившись за этому уже стали развивать как бы цветовая гамма подчинена именно этой мысли и еще мы подумали о том что здорово что океан же так как живое существо раскаленная ртуть имеет такую такой цвет и такую телесность как человеческое тело и мы начали все время думать о том что там какой-то некий организм при этом это вот раскаленная масса и так далее это соединилось в общую мысль про некое живое место такое как бы искривленное искаженная химией при этом отношениями при этом атмосферой при этом цветами при этом все это на тебя переносится но как то вот она все вместе заварилась в такой общий механизм скорее мы то есть честно говоря всегда когда ты думаешь о том что ты делаешь фантастику ты думаешь ой как же избежать чтобы это было фантастика в понимании то два понимания либо это какие-то американские крутые фильмы либо это вот наша фантастика 80-х годов я все-таки отталкивалась не от этой мысли я отталкивалась от мысли каким образом этот мир мог повлиять на костюм мне вообще очень нравится когда костюм возникает не просто стилистики времени а когда то где ты находишься сильно влияет да на то что происходит на костюме и мы собственно стали думать что ну конечно от мира перешел цвет такой сложный который местами либо флоресцентный либо раскаленный либо он переходит из цвета в цвета либо еще есть такое понятие как бы наростов там неких искаженных форм и так далее ну то есть костюм на себя взял роль что если ты окунешь это в эту ртуть и что станет с костюмом потом это мысль номер один еще была мысль номер два костюм приобрел такую стилистику деконструктива то есть если на мне там рубаха и брюки да то как бы себя повела рубаха и брюки будь на них какое-то там химическое влияние да то есть там рукава могли перейти на другое место брюки быть более сложными и так далее ну то есть опять от этой мысли и сложность костюма возникла цена мне нравится эта мысль про раскаленную ртуть потому что она сразу мне говорит о каких-то больших и крупных вещах между людьми мира и плюс еще мне кажется она же нас приводит к чему-то во взаимоотношениях и ну как бы концу самой истории она тоже может привести как бы сам этот образный мир местами очень довольна честно говоря мне нравится картинка потому что она не бытовая и мне нравится цвет я очень хотела чтобы такой оранжевый сильно влиял на все превращался там флоресцентно оранжевый и как-то с помощью цвета света таланта режиссера артистов я конечно шучу но да мне очень нравится что как-то картинка местами такая какая должна быть понятно что это первый прогон понятно плюсы минусы там что-то неладно что-то нескладно что-то мы поправим и так далее но что-то могло бы быть лучше там но в общей сложности все-таки какую-то цветовую печать мира мне кажется нам удалось поймать это хорошо